Хочу вам показать, ребятки, посмотрите, торговый центр, там просто разрушены Холамино, Мариуполь. Мы въезжаем сейчас с другой стороны, не через ту, которую обычно стоят. Тут машины в отстойнике, просто жить. Ты смотришь на это все, блин, страшно становится. Сегодня есть устремля темна, еще посмотрим, как там Азовсталь проживает. Здесь есть разные предприятия, строителей очень много, значит, восстановление идет. Остин магазин, ну и сам город. Можете увидеть. Здесь можете увидеть, что идет ремонт дороги, так вот выглядят дома. Жесткая картинка, да? Там, тут, там все сломано, развалено. Вот тут же мы видим, что дом пытаются восстанавливать. Смотрите, я такой системы никогда не видел, чтобы он не разрушился, его раздавили, получается, и заливают бетон. То есть, квартиры восстановят кругом. Вот прямо здесь, вы можете увидеть, как работает техника и убирает старый бетон. Ремонт дороги идет, то есть, ремонт дороги прям изначально, с самого начала, будет укладываться новый асфальт, полностью будет менять. Все, а мы сейчас едем по бетону. Вот такие вот изменения. А вот это, смотри, прям выжженный дом. Вообще страшные кадры. Практически на каждом доме мы видим раны от боев, то там, то там, либо следы пожаров. Там, да, чуть-чуть, где вообще разрушены. С той стороны то же самое. Детный город. А вот это плиты, получается, были уложены на дорогу. Тут тоже не асфальт был, а сначала плиты, бетон, то есть, какой-то своей системой все это сделано. У Ханышки скорая помощь полетела на мигалочках. Вот так вот выглядит этот дом, можете увидеть, как это страшно смотрится, ребята. А вот именно до этого места здесь меняют уже полностью целиком асфальт. С той стороны. Вот, колоссальная работа. Отсюда мы видим первый взгляд на Зовсталь, который находится с той стороны города. Огромнейшая территория, за которой шла борьба. Не знаю, просто невероятные масштабы. С той стороны все здание разнесено, все сгорело. Жесть. Здесь, кстати, тоже может быть. Жесть. Ну, посмотрите, что творится, ребята. Жедные дома. А здесь вот мы видим, что идет ремонт. Уже и строятся новые здания. На фоне, конечно, разрушенных. Вот эти новые смотрятся вообще восхитительно просто. Всего лишь-то ничего, время не прошло. А Россия уже столько всего успела сделать. Офигеть, как тут растолпало все. Ну, по-моему, нет ни одного. И он на ту сторону. Точно. Сто процентов. Можно посмотреть. Каждый дом, все высотные здания были приюты. Как только шутка картина, конечно. Смотришь на это все. Жесть. Прямо здесь сейчас, видите, что работает техника. Идет разбор завалов. Целые дома разрушаются. Посмотрите, что остается после прилетов и пожаров. Картина, конечно, просто нереально жуткая. Вот то же самое. Дом живое. Побитый потихонечку пытаются восстанавливать. И какое огромное количество техники. Здесь, видите, здание полностью прорешено. Разрушить его разобрали. И все. Ёка-макарёк. Просто. Везде. Жучайшая картина. Вот, что видите, как трактора работает. Тяжелая техника. Сразу огромное количество машин на погрузку. И удаляются дома, которые не могут восстановить. С этой стороны такая же картина огромная просто. Количество техники и разрушенных домов. Целые кварталы. Ну и все, впереди. Перед нами Азов Старь. Перед ней здесь нет ни одного жилого дома. Просто уничтожили. Каждый. Потому что битва шла за каждый квадратный метр здесь. Смотрите. Смотрите, с правой стороны огромное количество вагонов, которые тоже были как укрепление, как укреп район. Огораживали. Потом идет далека. И потом уже сама Азов Старь. Друзья, очень страшная, конечно, картинка всего этого. Впереди смотришь, аж сограждается. Ну что, видите, что здесь также уже ведутся работы. Технику привезли. Потому что в прошлый раз, когда мы здесь были, ничего такого не было. В принципе, а здесь уже будут ставить сваи и устанавливать новые мосты. Вот так вот готовы восстановить мост. Наши рабочие уже на месте. Вот это да, вот это скорость. Слушайте, еще буквально недавно здесь даже и не думали о том, чтобы что-то работало, потому что поставили только понтонные переправу. А сейчас уже столько мостостроителей приехало. Огромное количество техники. Вот так вот выглядят машины на разрушенном мосту. Здесь разбомбленный грузовой автомобиль и разрушен мост. И посмотрите просто на весь этот ужас. Жесть просто. Вот вам и азов сталь. Даже не знаю, как это прокомментировать, потому что душа все подругает. Когда ты видишь, здесь этот ужас уничтожений. Сколько сюда летело снарядов и отсюда. Вот рук. Палка. Такой вот промышленный комплекс был уничтожен. Будем надеяться, конечно, что восстановят и будет работать на благо страны. Дай бог от души. Картинка, конечно, очень страшная. Здесь и на дорогах видно, как были прилеты. Вот все, видите, даже труба использовалась как мощник. Сюда ее подорвали. Посеченные осколками заборы. Вот впереди, кстати, сейчас будет тяжелая техника стоять. Вот этот экспонат очень долго. Я думаю, здесь будет стоять бочка с дыркой, в которой прям показывает, прям щетка была поражена. Здесь тоже огромное количество скотских помещений и зданий уничтожено. Огромное количество времени будет все это восстанавливаться. Город будет восставать из руин. Но я уверен, что их ждет большое светлое будущее. Потому что самое главное, что люди сюда возвращаются. И они готовы строить и восстанавливать. Будет лучше, красивее. Самое главное, чтобы больше никогда этот город не знал войну. Посмотрите, какие здания классные новые строят уже. Здесь новые микрорайоны. Ну и проезжаем уже вдоль выезда на частный сектор. Здесь, конечно, частные дома смотрятся прям очень-очень страшно. Уничтожены практически все. Даже кладбище. Эти посмошки заборы. Туда тоже были полеты. Очень какая-то такая частная практика Украины, что наведет по липу непосредственно с теми людьми, которые уже ничего ответ сказать не могут. Просто каждый дом подбит. Каждый дом разрушен. То есть не только высотные здания, но и весь частный сектор просто. Круто, к большому сожалению, хлама. Я отдельно уже снимал, показывал здесь, как выглядят дома. Но каждый раз, когда здесь проезжаю, он просто сжимается сердце от боли. Так судьбу каждого человека. Ведь о чем мечтает человек свой? Домик маленький, небольшой. А когда приходит война, остается ему вообще ничего. Казка, вот в эти дома я заходил. Все так же. Ничего в них, к большому сожалению, не меняется здесь. Я вижу, что ведутся прокладки коммуникаций, либо ремонты. Может, в дальнейшем будет восстанавливаться и этот район. То, что вы видите, я на дороге, тут асфальт как бы хороший. Это все только после прилетов. Именно бомб. Смотрите. Жесть. Насколько жалко. Сейчас я себе. Это трамвайное депо с полностью уничтоженными всеми трамваями. Просто от домов не осталось ни уничтоженными.